Шанельский аппарелли Dior И собственно, немножко почему мы поговорим о таких знаковых именах Во-первых, мы поскольку музей моды, мы относимся к моде как искусству И мы считаем, что мода это такой самый гибкий ген материальной культуры Потому что то, как мы с вами сегодня выглядим, зависит во многом о том, в каких условиях мы живем И вообще в какое время мы живем Потому что даже если бы кому-то из нас пришла в лажь сегодня прийти в пижмах Скорее всего, мы бы как минимум не вошли в метро и в общественный транспорт Поэтому то, как мы выглядим, на самом деле напрямую зависит от того, какое у нас время Какая у нас экономическая ситуация, какая у нас политическая ситуация Поэтому во многом очень важно, что вот эти знаменитые имена Про которых мы сегодня немножко поговорим Если будут вопросы, я буду очень рада, если вы будете поднимать ручку И как-то обозначать, что они есть Я куда-то смогу влюбиться чуть глубже, поскольку мы сегодня ограничены во времени Вот все эти имена, они кроме всего прочего, очень точно и очень четко попали в свое время Они очень четко уловили настроение времени И хотя далеко не всех из этих персонажей мы сегодня знаем И помним, так, например, Стеапарелли Этот бренд был закрыт в сороковом году и вот только недавно восстановился Поэтому вот скажите мне, пожалуйста, кто первый раз слышит имя Стеапарелли? Кто вообще первый раз в этом зале? Хорошо, что вас немного, потому что на самом деле, когда мы только начинали читать, а не лекцию Было всегда больше 70-80%, хотя Стеапарелли была главной конкуренткой Пуко Шанель в свое время И мы вот сейчас об этом немножко поговорим Следующий слайд, пожалуйста Придется, да, придется Так, есть ликер Да-да-да, сейчас мы разберемся Так, ну и немножко тут про ДНК бренда То, о чем я начала говорить Что, кроме того, что все Вот эти несколько имен, про которых мы сегодня поговорим Эти несколько имен, они очень в свое время появились И очень в свое время выстрелили У них у всех есть одна главная особенность У них у всех есть очень четкая своя философия И очень четкая своя ДНК, которую они позиционируют на протяжении всего времени существования бренда И это на самом деле гарантия того, что бренд будет существовать даже после смерти создателя Так, например, Куко Шанель нет уже очень давно При этом Шанель до сих пор один из самых известных брендов Нет человека, который не знал бы этого имени Даже несмотря на то, что это, может быть, мужчина, женщина Никогда не пользовался, там, Шанель номер пять И не носил маленькое черное платье При этом мы все знаем про Шанель И мы знаем про Марк Куина Про Стеопорелли чуть хуже, но опять же То, что этот бренд был восстановлен уже спустя практически 80 лет После того, как он был закрыт Говорит о том, что там заложена очень четкая философия Которая показалась интересным в современной фэшн-индустрии И в итоге сегодня очень многие голливудские звезды Выходят на красные дорожки Включая вручение Оскара и прочие такие статусные мероприятия Они выходят в платья от Стеопорелли Поскольку они очень подходят для этих мероприятий И вот у ДНК бренда Шанель, по сути, в основе всего ее творчества, можно сказать Было удобство, комфорт и феминизм Потому что прежде всего Шанель создавала удобные вещи В первую очередь удобные вещи для себя И основной ее посыл был в том, чтобы ей должно было быть удобно И не знаю, знаете ли вы или нет, но она предлагала проверять удобство вещей Сложив руки на груди То есть если ваши вещи, вы, допустим, в жакете А у мужчин это всегда пиджак, у женщин это всегда в жакете Нельзя путать Если вы складываете руки на груди и вам неудобно Значит, у вас неудачно в жакете Вот Шанель всегда старалась предлагать удачные варианты Предлагать варианты, в которых удобно Например, она одной из первых предлагает накладные карманы Просто для того, чтобы в них можно было что-то удобно класть Одна одной из первых И, собственно, она создает такую культовую сумочку 2,55 Которая создана в феврале 1955 года На длинной цепочке Что на тот момент является таким нонсенсом Потому что в основном сумочки носят в руках Но ей надоело все время терять эти сумочки Ей надоело терять то, что у нее было в руках И она решила создать вот эту сумку В которой можно все убрать и закинуть за спинку И, по сути, практически все Мы сегодня не можем сильно углубляться Но практически все, что было и создано И мы об этом рассказываем на лекциях в своем музее Мы говорим о том, что все, что создала Шанель Оно прежде всего очень удобно То есть она создавала для женщин Хотя считается, что кухон Шанель одной из первых Предложила брюки Это, опять же, неправда Брюки начинают носить в это время уже Но она брюки всегда предлагала только для отдыха Или для курорта На самом деле для деловой жизни И для деловых переговоров и встреч Шанель всегда носила юбки И, кстати говоря, она всегда предлагала юбки ниже колена Потому что она считала, что у коленей у мужчины, у женщины некрасиво И поэтому показывать их нельзя Ну, естественно, одним из ее аспектов То, что она создала и придумала Придумала и трансформировала Это была бижутерия и морской стиль Бижутерию Шанель не придумала Бижутерия появилась еще в 18 веке Но она сделала из нее новый культ Она превратила ее в такой модный элемент В модный элемент И бижутерию носить стало модно А вот эти самые накладные карманы О которых я вам уже сказала И на этом слайде мы видим Как вот ее вариант, который она предлагала в свое время Так и современный Который используется на ее показах Одним из символов Коко Шанель Вообще символов бренда Которым мы сегодня знаем Вот этот знаменитый логотип На самом деле это уже более поздняя версия А изначально логотипом бренда Шанель была белая камелия Вот здесь она представлена у нас в разных вариантах И на современной И в обуви, и в украшениях, где угодно То самое знаменитое маленькое черное платье Сразу хочу сказать, что любое маленькое черное платье Которое есть у женщин, которые присутствуют в этом зале Можно считать маленьким черным платьем Шанель Потому что никогда, ни в коем случае Нельзя воспринимать, что вот это идеальное маленькое черное платье Это маленькое черное платье Адекватное времени, когда оно было показано Это эпоха арт-эпо Это вторая половина 20-х годов В журнале Vogue Оно было опубликовано в 1926 году И по сути Это просто платье современной времени Но любое маленькое черное платье Можно считать относящимся к Шанель Потому что на протяжении всей своей долгой истории в фэшн-индустрии Шанель создала огромное количество маленьких черных платьев И маленькая затравочка, конечно, это не про траур абсолютно Это больше про феминизм и про новое место женщины в социуме Но я думаю, что сейчас в это углубляться мы не можем Поскольку у нас недостаточно много времени Но я приглашаю вас на наши лекции И мы подробно рассказываем, почему это абсолютно не про траур по Боргангл Вот как раз очень такая характерная картинка Шанель не любила мужчин-модельеров Которых в ее время было достаточно много И в основном основная фэшн-продукция создавалась мужчинами И вот Coco Chanel считала, что это совершенно неправильно Потому что мужчины не носят то, что они создают И поэтому она предлагала сначала им самим попробовать надеть то, что они придумали Например, поле Пуаре, платье, так называемое платье-баллон Которое сужалось книзу И только потом его предлагают женщинам Ну и существует тоже такая легенда, что когда Поле Пуаре в свое время увидел Шанель в черном платье Она очень любила черный и белый цвет Она считала, что черный и белый цвет это оптимальный для любой женщины Потому что только в этих цветах видно саму женщину Во всех остальных видно цвет И вот когда он увидел ее в этом черном платье При том, что сам Пуаре очень любил как раз яркие колористичные оттенки Спросил потом, выносите траву Она ответила, по вам, месье Она вообще не лезла за словом в карман, так сказать И, к сожалению, это сбылось Потому что модный дом Поле Пуаре как раз был закрыт в 1925 году И модный дом Шанель продолжает существовать до сих пор И, в общем-то, мы все его знаем Она же придумала одной из ее таких изюминных стилей Является контрастное сочетание Это не только белый с черным, но и бежевый с черным Вообще-то вот эта дуальность, когда сочетается два цвета Это, безусловно, трикотаж Который она одной из первых сделала предметом Который можно носить в деловой и повседневной жизни, а не только на отдыхе Конечно, знаменитые твидовые костюмы Которые уже появились после Второй мировой войны И после возрождения ее бренда Потому что во время Второй мировой войны Она на время была вынуждена этот бренд закрыть И после этого вернулась И надо сказать, что твидовые костюмы изначально не были приняты в Париже Где она их продемонстрировала И в итоге успех пришел через Соединенные Штаты Где она показала твиты Только после этого они вернулись во Францию И выяснилось, что это действительно очень классно Во многом благодаря такой финансовой, политической и экономической элите Соединенных Штатов Например, Жатлин Кеннеди, которая очень любила твидовые костюмы Коко Шанель А также одним из таких узнаваемых ДНК ее бренда Вообще является символ льва Лев для нее играл огромный смысл Потому что, во-первых, она довольно Ну не то чтобы серьезно Но она с интересом относилась к астрологии А родилась она 19 августа, поэтому она была львом Кроме того, у нее очень много было связано с Венецией А символом Венеции является венецианский лев Она тоже довольно часто использовала его в своем творчестве И вот возвращение твидовых костюмов, так скажем, возвращение вот этой королевы стиля У этих твидовых костюмов были пуговицы как раз с изображением льва Что тоже очень не случайно Вот как раз этот самый венецианский лев, которого она использовала Знаменитая стежка, которую мы видим во всех вещах Шанель Ну и, конечно, аромат Шанель номер 5 И та самая сумочка 2,55, про которую я вам уже рассказала И у кого из вас, у женщин, естественно, было ощущение, что Ну как-то очень распиарен аромат Шанель номер 5 Чтобы быть вот таким прекрасным, самым продаваемым ароматом 20 века Вот поднимите руки, кому кажется, что это странно, да? Довольно много таких людей Какое-то несоответствие, когда говорят, что так пахнет женщина Когда Мэрилин Монро говорила, что я надеваю на ночь только Шанель номер 5 Что-то странное Вообще говоря, это не случайно, и это действительно правда У нас сейчас мы с вами слушаем не тот аромат Шанель номер 5, который был при ней Дело в том, что в 70-е годы была запрещена добыча натуральной амбры Я не буду рассказывать вам, что это такое Потом кто захочет, сможет поруглить, почитать в ядерсе Но дело в том, что искусственные заменители На тот момент, когда Эрнест Бо, кстати говоря, выходец из Российской империи Помогал Коко Шанель создавать этот аромат Уже существовали искусственные аналоги И если бы он хотел их использовать, он бы их использовал И я, так скажем, пользуюсь рабочим положением У нас была выставка, посвященная Коко Шанель И нам привозили аутентичные винтажные ароматы И от винтажного Шанель номер 5 оторваться невозможно Он очень похож, но он другой То есть есть ощущение, что все-таки использование других Даже одного-двух ингредиентов, в принципе, полностью изменило Вот этот букет, который она одобрила И переходим к ее основной главной конкурентке Эльзис Киапарелли Эльзис Киапарелли была чуть-чуть моложе Коко Шанель Но вот при этом, в отличие от Коко Шанель Она была гораздо более творчески подкованной, что ли Поскольку Шанель во многом была самоучкой У Эльзис Киапарелли был очень хороший художественный бэкграунд Она была из такой очень интеллигентной итальянской семьи Поэтому прекрасно умела рисовать, в отличие от Коко Шанель Которая практически не умела рисовать И ее искусство, ее творчество больше про искусство, символизм и сюрреализм Она была дружна со многими художниками своей эпохи И именно это вошло в ДНК ее бренда И таким основным нововведением и придумкой Эльзис Киапарелли Является цвет, который мы сегодня знаем как фуксия Он же шатирующий розовый На самом деле, действительно, до того, как она это в 30-е годы предложила Такого яркого цвета не было Его не носили И более того, когда вот платье такого цвета Вы, наверное, здесь не очень хорошо видите оттенок Вы представляете фуксию, яркая фуксия Когда платье такого цвета было опубликовано в журнале Бог Вот как раз женщину в этом платье и назвали знаменитым словосочетанием La femme fatale Роковая женщина Сегодня мы чаще это ассоциируем с черным цветом или с красным цветом Да, роковая женщина должна быть в красном Вот изначально это неправда, она должна быть в фуксии Она должна быть в розовом Вот как раз Эльза Стиапарелли этот розовый придумала и его внедряла Стоит ли говорить, что Шанель везде заявляла, что она ненавидит розовый цвет Это самый ужасный цвет, который существует Также Эльза Стиапарелли, как я уже сказала Она очень дружила с художниками своей эпохи Она очень дружила с сюрреалистами И вообще направление сюрреализма и творчества Шанель Ой, извините, Стиапарелли Оно очень тесно связано с фрейдизмом Который в то время тоже был очень моден И был таким новым, интересным направлением психоанализа Поэтому как сюрреализм, так и во многом творчество Стиапарелли Оно очень заточено на такой фрейдизм и определенные смыслы Которые, я думаю, все здесь знают И поскольку у нас, наверное, могут слушать дети Я не буду слишком в это углубляться Можно прийти послушать на наши лекции Но так или иначе Стиапарелли очень работала в этом направлении И сотрудничала с разными, в том числе, голливудскими звездами И вот голливудские звезды, в частности Мэй Вест, который вы видите здесь на фотографии И знаменитая комната Мэй Вест, я думаю, все знают Сальвадора Дали Вот эту экспозицию вдохновляла это одна и та же женщина И у Стиапарелли первый вот этот диван в форме губ Который мы видим сегодня в инсталляции в музее Дали в красном цвете На самом деле первый диван такого розового цвета Был как раз подарен Сальвадором Дали в бутик Стиапарелли во Франции Стиапарелли придумала вместе с Галой, с супругой Сальвадора Дали И они придумали вот этот силуэт, так скажем, шляпку-туфельку с красной подметкой Теперь вспомните, кто утверждает, что он придумал красную подметку Кристиан Лабутен, да? Я думаю, что все знают, что в плане обуви считается, что красную подметку придумал Кристиан Лабутен Теперь вы знаете, что это не совсем правда Придумала я это из Стиапарелли с Галой Но единственное, у Стиапарелли никогда не было обуви с красной подметкой Поэтому частично все-таки это правда О смысле этого абсолютно фрейндистского предмета и аксессуара одежды Я рассказывать не буду, потому что могут слушать дети А это не очень прилично у нас с вами сегодня Ну и, собственно, и Стиапарелли, и Сальвадор Дали вместе Они очень активно использовали в творчестве телефонный диск, как ни странно И всевозможных ракообразных Ракообразные еще со времен живописи, нидерландской живописи Они использовались как такой символ немножко Такой излишки сексуальности, излишнего эротизма Так же, кстати, как и телефонный диск Нам сегодня это очень сложно представить Тем более, что у нас у всех гаджеты, и мы забыли, как это выглядит Я себя ловлю на лекции, что я часто забываю вообще, что это такое То есть я понимаю, что это телефон, но что это телефонный диск у меня в голове уже не ассоциируется Так вот, телефонный диск в 30-е годы в Европе ассоциировался с, опять же, такой некой сексуальностью, эротизмом Потому что то, что нельзя было сказать в глаза, можно было сказать по телефону А период между двумя мировыми войнами был очень таким ярким периодом выхода женщин на новый уровень В том числе относительно личных отношений Это был период, когда женщины впервые очень откровенно заявляли о своих желаниях, о своих чувствах О своей желании или нежелании, например, выходить замуж и так далее И у стеопорелли вот этот символ и телефонный диск, который мы только что видели, это пудреница В варианте стеопорелли это была пудреница Также она использовала вот этих оракообразных И в основном она, в частности, она использовала его для платья Уолли Симпсон Это была та самая знаменитая американка, ради которой практически первый раз за всю историю Мировых королевств британский монарх отказался от престола для того, чтобы жениться на разведенной американке И вот эта разведенная американка Уолли Симпсон позировала как раз в платье от стеопорелли Из изображающий вот этого самого Лобстера, который символизировал, с одной стороны, такую определенную чистоту и скромность С другой стороны, вот эту определенную сексуальность из-за того, что американка была уже разведенная И это был символ такого некого права женщины на жизнь до брака в разных смыслах И более того, в общем-то, это платье сегодня представлено в музеях как такой один из основных символов вот этой эпохи Эпохи, связанные в том числе с заявлением новых прав женщин на определенный уровень сексуальности И также стеопорелли очень глубоко развивала тему тоже зодиака и астрологии Поскольку одним из ее предков был достаточно знаменитый астроном И в 2016 году к Марсу был запущен спутник, который так и назывался, стеопорелли Который, к сожалению, разбился на подлете к Марсу Но, тем не менее, она эту тему в своем творчестве тоже очень активно использовала Поэтому все, в общем-то, выходило из того времени, в котором она жила Из ее личного бэлграунда, того, с чем она постоянно работала А также у стеопорелли на шляпках, на украшениях, на платьях Постоянно появляются насекомые, постоянно появляются разные представители Не всегда очень приятные, которых мы сегодня любим Например, паути, жути и так далее Но в этом плане очень важно вспоминать, что творит она накануне начала Второй мировой войны И более того, стеопорелли итальянка Несмотря на то, что она работает в Париже, она итальянка И она очень с большой опаской относится к новому фашистому режиму Который в этот момент фактически устанавливается в ее родной стране, в Италии Она помогает сопротивлению И, собственно говоря, она использует насекомых в том смысле В котором их всегда использовали традиционные художники Опять же, начиная с живописи Нидерландов XVI, XVIII и так далее веков А в живописи Нидерландов натюрмортах Насекомые всегда должны продемонстрировать Такой некий намек на то, что что-то пошло не так Вот вы когда смотрите на прекрасный натюрморт Вроде бы все очень красиво Но как только вы видите на каком-нибудь Очень-очень ярком, красивом, допустим, яблоке или персике насекомое Вы сразу вам как будто хочется Вот вы понимаете, что что-то уже загнило Вот в ее представлении использования насекомых на своей одежде Это был такой тоже способ показать, что что-то гниет Что Европа начала гнить И, к сожалению, вот не все Потому что отдельно взятые коллекции из Теопарелли Пользовались очень большим успехом Но когда она начинала говорить про социальные проблемы И проблемы своего периода общества Эти коллекции практически оставались без внимания И не так хорошо покупались Потому что люди не хотели воспринимать этот такой ее определенный посыл Символизм, который в ее творчестве, конечно, присутствовал И видите, у меня здесь тоже написано, что это в моботе смысл Она как раз использовала И совместно с другими художниками Только с Сальвадором Дали Она создавала очень символичные украшения Которые были, собственно, про то, что происходит На тот момент уже в Италии На то, что начинает происходить в Италии, в Испании И на что Европа, основная часть Европы Пытается не обращать внимания, не закрывать глаза В частности, у нее появляется платье-стилетон Это же платье использует Сальвадор Дали Не платье, а вот этот образ стилета Помните, у него на картинах с аллегорией войны Всегда такой сюжет с выдвижными ящичками Вот это всегда связано с войной И это всегда тоже такой стилетон Намерка на то, что происходит уже в регионах Где страны, где фашизм, к сожалению, пришел к власти А белое платье Такой как бы с содранной кожей У нее называлось «Платье слеза» И это как раз тот самый пример Когда коллекция, которая абсолютно не была принята и понята Потому что она объясняла, о чем эта коллекция И она говорила, о чем этот наряд Но, естественно, люди не очень хотели всерьез это воспринимать И переходим к быстренько к следующему нашему топовому Одному из топовых дизайнеров Это Кристиан Диор У него ДНК-бренды — это определенная идеализация женственности и посвящения Идеализация, это у него всегда идеализация женщины равно матери Он очень трепетно относился к своей матери Женственность понятна И посвящение Посвящение также, как правило, у него все было посвящено матери И своей сестре Или каким-то подругам, женщинам Которые ему по жизни всегда очень сильно помогали И вот как раз на этом слайде у нас семья Большая семья Кристиана Диора Он стоит за матерью Аромат Мисс Диор, который появляется, когда уже Диор основывает свой модный бренд К сожалению, он основал его уже довольно поздно И, по сути, он управлял своим брендом всего 10 лет Он достаточно рано умер, к сожалению Поэтому, но тем не менее, все это существует Его детище существует Поэтому очень радостно, опять же, что вот его ДНК-бренды позволяют это все сохранять В основном, одним из таких его самых новаторских Самые новаторские его идеи, конечно, это был Нью-Лук Который он предлагает в 47-м году после Второй мировой войны И, опять же, это силуэт, который приходится очень вовремя Поскольку Европа очень сильно устала от ужаса Второй мировой войны И глобально люди не хотят, и женщины не хотят больше носить то, что Хотя бы примерно напоминает одежду военных лет Поэтому, собственно, и не приживаются изначально костюмы Шанель Потому что она предлагает, по сути, примерно тот же самый силуэт Просто из другой ткани А в Европе, так же, как и в России, существовало во время войны Существовало определенное ограничение на ткани, на количество тканей Которое на каждую женщину не превышало 3 метров Вот что хочешь с 3 метрами, то и делай Здесь на силе не разгуляешься А тут выходит Кристиан Диор после окончания войны И предлагает юбки, в которых только на юбке 8 метров И все это совершенно изыстанно, все это очень красиво, очень женственно И как сам говорил Кристиан Диор, который, кстати, участвовал в войне Поэтому у него был опыт военных действий, так сказать Он говорил, что в моих платьях война невозможна И вот это главная идея, которая в его творчестве Что в том, что он делает, невозможно больше воевать То есть это только для таких очень радостных мирных мероприятий Хотя, конечно, естественно, Куко Шанель его жутко критиковала Потому что вот в этом костюме бар, самым знаменитым И, собственно, вот это культовый образ Нью-Лука Вот костюм бар Нью-Лук, кстати говоря, довольно быстро сменился немножко другим силуэтом Но так или иначе, вот именно в этом костюме, в этом жикете Использован фактически-практический корсет с внутренней части И Шанель очень сильно его ругала, что он снова возвращает и наряжает женщин с корсеты На соседних слайдах вы видите, как сегодня вот эта идея костюма бара Продолжается в современных образах, в современных коллекциях А Диор был одним из редчайших дизайнеров Которым разрешили одевать королевскую семью Великобританию Это был абсолютно нонсенс для того периода Потому что вообще на протяжении практически всей существования всей британской монархии Королевы и приближенные родственницы должны были одеваться только в местных дизайнеров Вот Кристиану Диору была оказана такая невероятная честь Он был одним из первых, который, будучи французским дизайнером Получил право наряжать в том числе британскую монархию И в честь, собственно, вот как раз этого некого британского большого доверия К нему, у него была создана вот эта коллекция, посвященная, связанная с клетками Одним из самых таких узнаваемых его образов Тоже, который очень часто встречается и в одежде, и в аксессуарах И очень часто в косметике Это знаменитые вот эти банты фонтанш Вот как на украшениях, и как на кольце, и как на косметике Это привет тому интерьеру, который создала его мать Когда он был подростком, и они переехали жить в Париж И его мать, не будучи на самом деле очень такой глубокой, художественной Художественно покрованной женщиной Тем не менее, все время хотела быть причастной к ней к элите Поэтому она решила, что в начале 20 века есть смысл создать интерьер в стиле рукуко То есть, по сути, в стиле Марии Антуанетты Это, конечно, было сомнительное, странное решение И после этого, уже во взрослом возрасте, Диор вспоминал, что, наверное, это было невероятно безвкусно Но для него это казалось просто таким невероятно райским местом Поэтому он потом, впоследствии, очень сильно вдохновлялся именно этим периодом А Ландыш был таким очень знаковым, узнаваемым силуэтом, ароматом И всем чем угодно, символом его модного дома Поскольку Ландыш, он использовал и в цветах И считается, что он всегда приталывал его на платье своих монетенщиц Перед тем, когда они выходили, считал это таким своим знаком Кстати говоря, вот по сравнению с женщинами, о которых мы до этого говорили Со знаками женщинами, вот Кристиан Диор был гораздо более, так скажем, увлечен какой-то мистикой И гораздо больше в это верил То есть они, скорее, с этим игрались А Кристиан Диор, у него даже была, так скажем, своя собственная предсказательница Которая, кстати говоря, ему предсказала В том числе, что если он куда-то там поедет, то он там умрет Но так или иначе, у него была вот эта предсказательница, и он ей слушал И у него огромное количество символов, которые не просто все знают, что это его символы Но были выпущены даже уже в наше время, в 21 веке, были выпущены вот эти кольца С его самыми знаменитыми символами С ландышем, вот этим бантом фонтанш и так далее Поскольку это те очень знаковые для него моменты, связанные с его творчеством И одним из таких знаков является пчелка Пчелка сегодня это главный символ его мужских коллекций Кристиана Диора, этого модного дома Но тем не менее пчелка, я всегда смеюсь, что это Билайну нужно было такую форму для своих сотрудников закупить Но тем не менее для Кристиана Диора он всегда говорил, что пчелки это те, кто у него работает Поскольку он, как и все предыдущие женщины, очень серьезно относился к качеству вещей И очень тщательно работал над каждым элементом, над каждым силуэтом Очень тщательно декорировал, работал странью И вот в отличие от Куко Шанель, например, которая всегда очень радовалась, когда ее копировали Она говорила, что если мода не выходит на улицы, значит это не мода И когда она видела, что ее копируют, она прям расцветала Потому что ей казалось, что это прям признак очень чего-то того, что она на правильном пути Так вот Кристиан Диор, наоборот, очень стеснялся этого, очень боялся и очень переживал И тогда он открыл свой бутик в Соединенных Штатах И очень быстро, буквально через пару месяцев увидел в самых больших универмарках Соединенных Штатов Типа Блумингдейла абсолютные копии своих нарядов, только из гораздо более дешевых материалов Для него это был огромный стресс, потому что он вкладывал душу в декор, в отделку А там, естественно, все эти его дорогие, прекрасные, всегда только кутюрные платья А кутюр это 100% ручная работа, это в наше время допустимо 70% Во времена Кристиана Диора это было 100% ручной работы А тут ты приходишь в Блумингдейл, видишь что-то похожее за 12 долларов Естественно, это его очень сильно напрягало Но вот пчелки, символ пчелы, это символ трудолюбия его партних, вообще его модного дома И также мужской коллекции И, конечно, нельзя не сказать, что Кристиан Диор ввел в моду леопарда Именно леопардовый принт До этого использовались в основном меха Кристиан Диор предлагает леопардовый принт, но при этом Тоже в одном из показов 47-го года Но при этом он в своей азбуке моды акцентирует внимание Что леопарда себе может позволить носить только женщина с очень сложной красотой С очень сложной серсуальностью То есть должна быть настолько яркая харизма, чтобы леопард тебя, так скажем, не прикрыл Вот это тот самый образ, который был представлен Кристиан Диором весной 47-го года И, конечно, сегодня в основном модный бренд, он тоже использует активно леопарда Но он предлагает гораздо более сдержанные варианты Не аутентичного цвета, вот такого коричневого ржеватого А все-таки предлагается работать с черно-серыми форматами И леопард, кстати говоря, сейчас тоже, в общем-то, в тренде Но мы в основном предлагаем все-таки не рисковать или использовать его в портретной зоне А использовать в аксессуарах Там сумочки, украшения, часы, лоферы, туфли То, что ниже, в нижней части вашего тела Для того, чтобы все-таки не заметили вас, а не леопарда Которого вы используете Ну и, конечно, символ звезды Считается по одной из легенд, что когда он шел как раз на эту судьбоносную встречу со своим инвестором А, в общем-то, ему помогли создать вот этот кутюрный модный дом Помог создать достаточно богатый человек, инвестор Он, по дороге на эту встречу, нашел звезду и решил, что это счастливый знак Впоследствии очень активно все это использовал И, кстати говоря, о своей матери, к слову о своей матери Он говорил, что если бы моя матушка была жива Я бы никогда в жизни не решился повесить на свой модный дом свою фамилию Потому что Диор с детства интересовался, в принципе, искусством Но его семья считала, что это недостаточно благородное занятие Его отец занимался удобрениями И это был такой наследственный бизнес И вот в начале 20 века, если бы сказали, что пахнет Диор У этого было бы совершенно другое значение, чем сегодня мы с вами знаем Пахнет Диор И немножечко еще быстренько про Александра Маккуина Который уже на рубеже наших, практически нашего времени Наиболее к нам близок Но и в его случае, конечно, это насилие, агрессии и смерть При этом у Маккуина Который, конечно, считается одним из гемиев Близкого к нам времени У него тоже очень четко считываемая ДНК И оно, на самом деле, очень далеко от часто приписывания ему жестокости В отношении с женщинами Наоборот, он создавал женщин такими достаточно агрессивными Как способ борьбы с насилием и агрессией Которые чаще всего до сих пор, к сожалению, женщины в нашем мире подвергаются И мы так немножко пробежимся по основным аспектам, с которыми он работал Он очень часто работал со стихией огня Он активно использовал тему Шотландии Поскольку в какой-то момент его мать Он тоже был очень близок с матерью Но в отличие от Кристиана Диора Его мать как раз действительно была очень близким для него человеком И вот его мать в какой-то момент подняла документы И якобы нашла его связь с претками из Шотландии, с острова Стай Вот в этот момент он ухватился за эту идею Стал ее развивать И достаточно активно использовал в своих коллекциях Самая знаменитая, конечно, если вам будет интересно посмотреть Это изнасилованная Шотландия Когда он поднимает тему того, что Великобритания сотворила в свое время шотландцами То есть вот этот момент геноцида Поэтому у него все темы очень сложные У него все темы очень страшные Поэтому это такой художник от моды Но художник не позитивный Художник не добрый А животную тему он очень активно использует Поэтому у него то стилеты животных То женщина выходила на подиум в виде быка убитого во время кориды То вместо головного убора появляется такая торситермия И стилет животного Он очень акцентировал внимание на том, как мы относимся к животным Сам он животных очень любил У него было, по-моему, на момент смерти то ли 4, то ли 5 собак Которые все были подобраны с улицы То есть он был такой, продвигал эту тему Тоже он так из Теопорелли использовал бабочек И вообще считается, что вот как раз Марк Квинн был главным наследником Теопорелли Хотя они между собой никогда не общались То есть вот в его творчестве как раз больше всего символизма Который есть у Теопорелли И оно самое глубокое Его ни в коем случае нельзя считывать вот буквально Туда нужно очень сильно углубляться И знать, что, собственно, он хотел сказать Для того, чтобы понять, о чем идет речь Он активно использовал тему птиц Причем хичкоковскую тему птиц И фактически в тот момент, когда у него выходили Девушки, наряженные в птиц Он ассоциировал их с птицами из фильмов Хичкока Как с такими очень безобидными мирными существами Которые довели до такой точки кипения Что они становятся агрессивные Выступают против своих агрессоров Вот у него был абсолютно тот же самый посыл Что женщины подвергаются, к сожалению, до сих пор в нашем мире Такому количеству агрессии Что им пора уже вот эту ответную агрессию Воплотить и ответную агрессию выразить И он выражал это в своих коллекциях Вообще тема насилия у него очень активно продвигается и развивается Опять же среди нас дети Поэтому мы не будем сегодня об этом сильно говорить Вот такая ужасающая у него была инсталляция В какой-то момент как раз В одной из его знаменитых коллекций Вообще МакКуин всегда говорил Что ему не нужны люди, которые выходят с показов безразличными Ему важно, чтобы пусть будет плохо Пусть будут вызываться скорые Но после его показов люди запомнят, что он хотел сказать Поэтому он очень любил шокировать публику И вот в частности вот эта женщина была им представлена Как вот тут у меня описание не очень хорошо видно Я пульсирующее зеркало МакКуина Самый большой страх моды Который смотрит прямо на них Я смерть моды, смерть красоты Про что он здесь говорил Он говорил про то, что существуют определенные модные стандарты Которые, напомню, что МакКуин это 90-е Это 90-е и 2000-е Это расцвет анорексии Поскольку существуют топ-модели Которые предлагают 90-60-90 Идеальную красоту, которую очень многие следовать не могут И достичь которой невозможно Поэтому это огромный всплеск заболевания анорексии Которая в 20 случаях смертельная И он акцентировал внимание на том, что Эта инсталляция, на том, что собственно мы сделаем Когда позиционируем и продвигаем только один тип красоты И каким образом это может отразиться Опять же, я сегодня, сейчас не буду рассказывать Вот с чем он сассоциировал эту свою смерть красоты Но он вообще любил акцентировать внимание на очень сложных темах И в частности, вот на его показе выходила Модель с инвалидностью, у которой не было ног Для которой специально создавались вот такие деревянные протезы Очень декоративные МакКуин, так же как и Диор во многом Он очень был близок многим женщинам У него было много подруг Которые ему помогали по жизни состояться И в том числе, вот как раз Изабелла Плоу Одна из безусловных его муж И, к сожалению, которая сыграла, наверное, не очень хорошую роль в его судьбе Потому что так вышло, что она покончила с собой Это была самая близкая ему женщина, так сказать Самая близкая его подруга Которая во многом поспособствовала его успеху У него, к сожалению, была онкология И она решила свести счеты с жизнью К сожалению, вы знаете, что МакКуин тоже это сделал А череп один из главных символов МакКуина Который мы все с вами знаем И вообще говоря, если бы кто-то женщина 50-60-х Стала что-ли добровольно наденут на себя символ смерти Они бы никогда в жизни не поверили Но это были 90-е и 2000-е И тут очень нужно понимать время Потому что 90-е и 2000-е Это с одной стороны Начинают умирать очень известные люди Зараженные ВИЧ-инфекцией У многих образуется СПИД При этом еще нет терапии, которая позволяет довольно долго Торстажам всю жизнь с этим существовать Поэтому вот эта такая бодема и художественная элита Она напрямую сталкивается с вот этой чумой 20-го века Мы знаем, что сам МакКуин тоже был заражен Но он уже, к счастью, жил в эпоху, когда существовала Существует терапия Но тем не менее Вот этот символ черепа Он для него был очень близок Он постоянно его использовал Не только, кстати, МакКуин На самом деле, очень многие художники Дэмиен Хёрст, например Который один из самых богатых Самых продаваемых сегодня художников современных Он жив Он создавал тоже такие черепа Полностью Может быть, вы видели Череп полностью декорированный бриллиантами То есть череп Настоящий череп человека Который декорирован бриллиантами Вот это как раз из этой же темы Потому что это такой период Наркотики, к сожалению, достаточно распространены В Европе У нас это сложный период Но в Европе это период, когда сверхпотребление Достигает такой нормы Когда уже непонятно, на что тратить деньги В том числе появляются наркотики Появляются вот эти смерти от спида И, в общем-то, череп становится в некоторой степени К сожалению, таким символом Символом этой эпохи для западного мира И последняя коллекция Прижизненная коллекция МакКуина Это антиутопия И есть даже документально известные факты Что МакКуин хотел покончить с собой В финале этого показа Но слава богу, что его друзья остановили Как-то объяснили, что он очень плохо может повлиять На тех, кто будет на показе Поэтому все-таки он этого делать не стал Но тем не менее здесь МакКуин рассуждал О том, что произойдет с миром В результате глобального потепления Эта тема его тоже очень волновала Поэтому он вывел таких полу-непонятных существ Вышедших из воды И вот эти знаменитые его броненосцы У которых было всего 14 пар Сегодня они у самых знаменитых людей нашего мира Включая там Леди Гаги И многие из них в музеях мира В модных музеях мира Потому что эти броненосцы И вообще это была последняя коллекция МакКуина Ну и конечно показ МакКуина Стал таким последним, самым потрясающим Наверное его шоу Потому что на него пришло огромное количество звезд И более того, он покончил с собой Во время недели моды в Нью-Йорке Поэтому это был такой абсолютнейший взрыв Но естественно он это сделал В данном случае не специально Он это сделал через несколько дней После смерти своей любимой матери Которая была действительно для него Очень близким человеком Кроме того, на тот момент он считал Что он сказал все Что он в творчестве в моде сделал все И я на этом заканчиваю Нашу небольшую лекцию Приглашаю Оксану Наверное на сцену И попрошу представить презентацию на вопросы Надеюсь вам было интересно Если есть вопросы, пожалуйста, давайте Мы должны внести нотку позитива Нужно внести На чем-то Закончить на позитивном Действительно художники Мире моды Они странные люди Но Это и привлекает Заставляет задуматься о некоторых Моментах, которые происходят В жизни И всегда мода Как сказала уже Полина Это самый быстрый ген Который наиболее быстрее всех Всего реагирует на социальные изменения Которые происходят в нашем обществе И вот я собрала Главные вопросы о моде и стиле Это наиболее часто задаваемые мне вопросы В социальных сетях И вообще на приобщении приличном И на разных мероприятиях И я бы хотела, чтобы Полина И я ответила для вас на эти вопросы Давайте начнем с первого Полина Как выглядеть модно Но не стать жертвой моды Что если мы задумаемся Если прочитать мода Задом наперед То получается адом То есть чтобы мода не закончилась Для нас адом А всегда была нашей надежной подругой И помощником Потому что без моды мы, конечно же Не можем Так или иначе Есть модная одежда Модные события Модные иллюзии И модные тенденции И всегда мы на чем-то концентрируемся Когда что-то происходит в нашей жизни Так вот Что необходимо Как для того, чтобы выглядеть модно Но при этом Не стать жертвой Это его явление Ну, в первую очередь Конечно, нам нужно следить за модными тенденциями Это действительно важно Потому что как ни в рути Но встречают по одежке Есть замечательная фраза Что вы можете добиться чего угодно Если просто оденетесь для этого Естественно, если просто оденетесь Но в голове ничего не будет Это не сработает Но одеться все-таки важно Самый простой пример Представьте, что вы идете Я не знаю Что вы идете на встречу с бизнес-партнерами Одеты как в спортзал Наверное, вас не воспримут серьезно Вот здесь как раз про это Нам важно следить за модными тенденциями Потому что важно быть актуальными временем Но при этом, конечно, не фанатично То есть мы смотрим Подходит ли это к фигуре Подходит ли это к нашему светотипу И адаптируем под себя Да, еще не носить все лучшее сразу Действительно, иногда женщине Как говорят Нужно сходить в психотерапевту И тогда она совершенно передумает Красить волосы Или надевать яркую одежду Но если с вами все хорошо Мы все равно не должны надевать все лучшее сразу И как говорила Шанель Перед выходом из дома Посмотрите на себя в зеркало И снимите одну вещь И тогда вы будете выглядеть идеально Действительно, перебор Он может, ну так скажем Закрыть нашу личность И всегда нужно понимать Что лучше, меньше И да, лучше Следующее Не копировать образы из модных блогов Или журналов Без учета особенностей Собственной фигуры и внешности Да, это очень важный момент Которые, к сожалению, грешат Но в основном, конечно, в юности Когда мы видим красивые журналы Нам кажется, что вот сейчас Мы именно так оденемся И будет здорово Чаще всего, к сожалению, не будет Потому что очень важно понимать Какой у нас тип фигуры Насколько уместна эта одежда И еще очень важный момент Что чаще всего журналы Как, в общем-то, и показы Демонстрируют вам сразу все То есть такую стопроцентную Собранность образа Но при этом модные аксессуары Можно взять один-два Вот у нас здесь записано это ниже Что достаточно дополнить базовый гардероб Одним-двумя ультрамодными составляющими Чтобы показать свою осведомленность Но при этом не выглядеть Ну, извините, как там Городской сумасшедший Потому что даже на неделях моды Я думаю, если кто-то бывал Вы всегда видели Что есть некие персонажи Чаще всего блогеры У которых просто абсолютно Какой-то взрыв в одежде Но они привлекают так внимание То есть им нужно, чтобы их фэшн-фотографы отсняли Но если вы хотите произвести серьезные впечатления И вы хотите произвести адекватные впечатления То, конечно, нужно все-таки Соответствовать времени Соответствовать месту И не пытаться, опять же, надеть все лучшее сразу И понимать, что идет в вашем типу фигура А что нет Далеко не все модные нововведения Всем комплиментарны Так, двигаемся дальше Так, какие базовые вещи нужно иметь в гардеробе Чтобы всегда выглядеть модно Ну, собственно говоря Самый важный посыл Который, если вы будете иметь это в виду Этого будет абсолютно достаточно Это понимать, какого вы ведете образ жизни То есть очень часто Женщина, когда открывает гардероб И понимает, что ей нечего надеть Это в тех случаях, когда у нее, допустим 70% времени она уделяет работе Там, не знаю, 10 отдыху, 10 спорту 10 культурных мероприятий А одежда в ее гардеробе 90% На культурные мероприятия Естественно, ей очень быстро приестся Вся основная одежда Потому что большую часть времени Она ходит на работу А у нее гораздо меньше вариантов Одежды, поскольку она там На распродажах или не на распродажах Покупает вещи яркие Которые привлекают внимание А эти вещи в обычной жизни не наденешь Поэтому я советую разделить гардероб На несколько сегментов Чтобы была одежда Спортивная, допустим, домашняя Деловая Одежда на вечер Чтобы всегда открыли шкаф И поняли, в какой отсек Нужно вам заглянуть Чтобы выбрать вещь И в правильном направлении Желательно это сделать с вечера Потому что утром мы встаем на мне Когда мы бежим на работу Дети нас отвлекают Я всегда с вечера готовлю себе образы Я понимаю, что у меня на этот день запланировано Потому что дети совершенно с утра Путают все мои мысли И если я это не сделаю То обязательно я возьму то, что Вот я вижу первое попавшееся И оно обязательно не попадет В нужные образы В нужные события Поэтому желательно все-таки это планировать И кто это делает постоянно Вырабатывается привычка Того, что Ага, я знаю приблизительно, что мне нужно Если вот допустим Женщина деловая ходит в офис на работу Всегда деловые костюмы наготове И если вечером что-то предстоит Она может взять там Я не знаю Вечерние туфли Сменить их Вечером после рабочего дня И прекрасно дополнив образ Каким-нибудь шашлыком или брошью Уже совершенно другой образ Поэтому мы должны прежде навести порядок В своем собственном гардеробе И с этого начать Базовые вещи желательно приобретать В нейтральном цвете И как минимум в среднем ценовом сегменте Важно качество Действительно нейтральный цвет Мы говорим сейчас о базе Всегда, безусловно, в гардеробе Каждой женщины находятся вещи Которые вот необычные Которые заставляют И обращают на себя Внимание окружающих Но сейчас речь идет о базовом гардеробе И конечно же база Это монохромные цвета Она должна быть в гардеробе Каждой женщины Так, да У вас вопрос? Да, извините А что значит В среднем ценовом сегменте? Это сколько? Это между люрсом и масс-маркетом То есть Ну на самом деле В той же самой зале Например Можно найти качественные вещи Но они там допустим Будут стоить там 4-5-6 тысяч В зависимости На самом деле В зависимости от бренда Можно и в масс-маркете найти Просто смотреть на качество Тут очень размытые Да, мне кажется Базовый гардероб Он должен где-то быть В сегменте средний Средний плюс Потому что это базовые вещи Они должны вам служить долго Лучше покупать меньше Но качественнее Лучше купить несколько вещей Которые вы будете с удовольствием носить Пускай это изо дня в день повторяется Вы можете менять сниз Вверх Но это хорошее качество Потому что Очень много масс-маркета Которые мы Вот просто один сезон И мы потом это Вынуждены выбросить Или в дальний чулан И Ну куда-нибудь деть Потому что они быстро выходят Из Да, выглядят плохо И теряют свою функциональность Поэтому базовые вещи Они должны быть качественные Вот Здесь подобрали мы Один-два предмета Верхней одежде Это пальто И плащ Должны быть Мне кажется В гардеробе Каждой женщины С шубой Можно подождать Но пальто и плащ Всегда нам пригодятся Юбка В зависимости Опять же От вашего От вашей деятельности Да Потому что Например Мама в депрете Условно Ей может быть Не нужна Классическая юбка Но ей могут понадобиться Джинсы и брюки Да Брюки прямого кроя Составляют базу гардероба И юбка Ну скорее всего Карандаш Приблизительно Вот такой вот силуэт Который Практически Всем женщинам Подходит С разной комплекцией Так Два-три верха Это рубашка Футболка Или жакет Это Тоже Рубашка Блуза Футболка И жакет Должны быть В гардеробе Кто любит костюмы Я вообще являюсь поклонницей костюмов У меня их огромное количество И для меня это в данном случае костюму Кто-то Жакет Он Придает Образу формальность И не все женщины Любят костюм Для Для костюма Нужно быть внутренне Ну так скажем Харизматичной Напористой Потому что он Немножко Давит На женский образ Если вы Натура более романтичная То Безусловно Блузы В данном случае Вам придут на помощь Или какие-то вот Легкие пулловеры Но при этом еще структурирует Поэтому если наоборот Не хватает Какой-то Стерженью Что-то подобрала Можно жакет использовать Ну и две-три пары обуви Это конечно классические лодочки Бежевые подходят Совершенно Как мы бы видели На показе Практически На каждой девушке Были лодочки И черные Бежевые Это конечно Основа Вот Ну и собственно Вот эту актуальность Образу Если кажется Что это как-то Скучный базовый гардероб У вас всегда Вот как раз Арктуальность Этому образу Можно придавать С помощью аксессуара Например Вы купили Ультра-арктуальную бижутерию И уже немножко Смирсовали С базовым гардеробом Выглядите Актуально И современно Время Кто-то любит шляпы Например Надевает простое платье Либо простой костюм Или джинсы Те же с футболкой И с жакетом И дополняем образ Тем головным убором Который вам подходит Потому что есть Любительницы шляп И Безусловно Это всегда выглядит Ну Привлекательно Если идет И такой Делает сразу Собранный Собранный образ Шляпа Или шарфик Или платок Какой-то Вообще Стиль Если уже говорить О стиле То Вот важно Выбрать Одну деталь Чтобы вас Всегда могли Идентифицировать По вашему стилю Или одну вещь Которая вам идет Вот допустим Кто-то любит Как я уже сказала Главные уборы Кто-то акцентирует Своё внимание На рубашках И если постоянно Менять рубашки Но оставаться Вот в контексте Этого То это будет Ваш фирменный стиль Кто-то Обращать внимание На очки И все время Носят очки Всевозможные формы И разных цветов Вот какую-то Одну такую Вкусную деталь Нужно найти И ее использовать В том или ином В той или иной Интерпретации Да Мы перешли К следующему слайду Это в чем секрет знаковых Дизайнеров Законодателей моды Вот как раз Шанель Диорос Киапарелли Сен-Лорана О некоторых из них Мы с вами сегодня поговорили Ну и собственно Я про это уже немножко сказала Что важно Чтобы было ДНК бренда Чтобы было четкое понимание Что несет этот бренд И желательно Чтобы оно было Не привязано напрямую Только к человеку Который его создал Если вы хотите Действовать на перспективу В определенном смысле Это философия Это та философия Которую ты закладываешь В свою работу Конечно же безупречное Качество кроя Пошива и ткани Если мы возьмем Действительно Люксовый бренд То качество Не придраться Бывают конечно Моменты Исключительные Но всегда ты понимаешь Что это выполнено На совесть Эти вещи живут долго И мне кажется В гардеробе каждой женщины Должна быть Ну хотя бы Несколько вещей На века Которые Вам очень нравятся И к которым Вы всегда будете Возвращаться Потому что иногда Мы вещи Идентифицируем С тем или иным событием Например Многие Выйдя замуж Хранят свадебное платье Потому что это напоминает Либо победив В каком-то конкурсе Или выступив На каком-то мероприятии И вот эта одежда Которая была надета На вас Зарядила Зарядилась положительными эмоциями И когда мы открываем шкаф И с некоторыми вещами Мы расстаемся Очень быстро А некоторые вещи Нам просто жалко Их выкинуть Потому что они несут Определенную информацию И конечно Вот такие вещи Тоже должны быть В гардеробе Потому что так или иначе Мы иногда Вот такие информативные вещи Надеваем Когда нам нужно Допустим По большей уверенности И мы помним Вот ага В этом платье Я чувствовала себя Настоящей королевой Но Не стоит Хранить вещи Которые вы Не надеваете Уже более чем Год То есть вы Если вы не надеваете Вещь год То вы ее Никогда не наденете И действительно Можете проверить себя Открыв шкаф И понять Что здесь Половина шкафа Вам не нужно Так И Следующая Актуальность времени Постоянные изменения В мелочах Без измены Основному ДНК Бренда Полина Больше философски Расскажет Да О чем мы уже сказали Это когда Естественно Бренд должен меняться И в общем-то В чем секрет успеха Это в том Что он постоянно меняется Он подстраивается Под новые вкусы Но Вот эта философия Она все равно Всегда сохраняется Например Такой самый Яркий пример Бренд Армани Который В общем-то Всегда достаточно Сдержанный Это такая Классическая одежда Вот все Те несколько попыток Которые он делал Чтобы отойти И создать Нечто более молодежное Ему оказалось проще Создать разные линейки Потому что Покупатели Его сегмента Хотели видеть Эту же самую Элегантность Но трансформированную Со временем То есть при этом Он конечно Подстраивался Под новые рынки Создавая новые линейки Он подстраивался Под изменяющую реальность Создавая Немножко трансформируя Силуэт Но вот эта ДНК Элегантность У него сохранялась Потому что Собственно Именно этого От него и ждали Как в общем-то И все Другие представители Известных Известных Мировых брендов Какие аксессуары Никогда не выходят Из моды Ну в данном случае С удовольствием общаться То они могут Не заметить Какие-то Огрехи в стиле И все прочее Если они видят В вас Позитивного человека С которым приятно С которым хорошо Ну и конечно же Здесь отдаются Предпочтения Классическим вещам Они действительно Не выходят из моды В том числе Аксессуары И я на себе Это испытывала Когда Прошлым летом Купила очки Только вошли в моду Или два года назад Круглые очки Вокруг там бабочки Или какие-то цветочки И на пике Тогда Когда это популярно Это смотрится Очень органично И ко мне подошел Наш гид Говорит Оксана Не пройдет и года Как вы на себя посмотрите В этих очках И вам будет смешно Действительно Прошел буквально год или полтора И я понимаю Что все Вот я чувствую Что они уже Не во времени Не в органике Не в атмосфере И я снова вернулась К классическим очкам Поэтому Всегда вот такие аксессуары Должны быть В вашем корсеробе Да Это очень важно Именно классика Потому что Это могут быть черные Классические очки Которые никогда не выйдут из моды И никто не может сказать Десять лет им Или три года А вот как раз Какие-то очень явные акценты Они приверут внимание Естественно Качественные перчатки Это качественные перчатки Самые простые Ну может быть там Три четверти Но без бабочек Цветочек И странных принтов Которые В следующем году Уже будут показывать Что все вышло из моды И так уже носить не модно Так Серьезно изучают моду Мы сейчас предлагаем вам варианты Кому интересно Серьезно Погрузиться Именно в историю моды Старая книга Семьдесят шестого года Да И знаменитая она была Очень во многих домах Вот иллюстрирована Энциклопедия моды Восемьдесят восьмого года И журналы Книги из серии Теории моды Это на данный момент Такие самые Авторитетные источники Которые всерьез Занимаются темой моды Ну конечно Журнал Бог Но я не буду про него говорить Потому что Это такая Настольная книга Любого Настольный журнал Любого человека Который В теме моды Из фильмов Это Очень советую Высокая мода Девяносто четвертого года Ну конечно Дьявол носит Прадо 2006 Просто для Такого создания Некой атмосферы И для Видения вот тех луков Которые Носят героини В этом фильме Опять же Когда будете его смотреть Обратите внимание Насколько это Коррелируется С тем временем Но сейчас Уже многие из этих образов Абсолютно не актуальны Фильм Валентина Последний император Тоже прекрасный фильм Потому что Валентина Как раз один из таких Топовых брендов На который Всегда ориентируется И масс-маркет И средний сегмент Всегда такой Есть топ 10 Чуть больше брендов Которых По сути Частично подражают Все остальные Вот как раз Валентина Входит сюда Фильм Сентябрьский номер Это собственно Тоже новый поворот Рассказать о том же Самом главном редакторе Журнала Vogue Немножко с другой стороны Уже более четкий Фильм Маквин Тем кому интересно Эта личность Который вышел В прошлом году Очень интересный И не могу не пропиарить Нас Поскольку это Проект Который снимал Телеканал Культура С участием сотрудников Музея Моды Это Красота по-русски Он вышел В этом году И на ютубе Или на сайте Телеканала Культура Его тоже можно найти Очень хороший Интересный фильм Про то Что значит Красота по-русски И кто были Те прекрасные женщины Они закончили Периодом Начала Второй мировой войны Но Взяли практически Сто лет Поэтому можно узнать Очень много интересного И Переходим к следующему Слайду Можно ли выглядеть Модно при ограниченном Бюджете И невозможности Покупать брендовые вещи Но тут собственно Все очень просто Конечно можно Да Брендовые вещи Не гарантируют Ваш успех И я Я не знаю Кто смотрел Программу Королева красоты На телеканале На телеканале Домашний Вот буквально Вышел этот проект В котором я принимала Участие Была и ведущая Было цикл Из 20 программ Сняли мы это Три года назад И только вот Недавно Этот проект Вышел В жизнь И суть Этого проекта Состояла в том Что девушки Тянули жеребий Две участницы Одна получала Безлимитную карту С которой могла Отправиться В любой магазин И приобрести то Что она считает нужным Второй Доставалась Сумма В 6 тысяч рублей Задание было Составить Три лука Ну темы были разные Новый год Деловая Вечеринка Знакомство с мамой В общем задания были разные И три образа Нужно было составить Конечно же Девушке С ограниченным бюджетом Было гораздо тяжелее Но 80% Победительниц Были именно С ограниченным бюджетом Это говорит о том Что наличие У вас кредитной Карты безлимитной Не говорит О показателе Вашего Вкуса И успеха Поэтому Мне кажется Даже если сумма Ограничена Всегда Больше работает Голова Как же сделать так Что за меньшую сумму Составить Простой Но очень стильный Образ Да Поэтому это Совершеннейшая Иллюзия Ни в коем случае Никогда Нельзя Ограничиваться Тем что нет денег Поэтому не буду выгодить Точно так же Как большинство Мировых стилистов Всегда говорят Что ни в коем случае Нельзя Кладывать вещи На потом То есть например Похудею Потом куплю Здесь и сейчас Потому что я уже говорила Что потом к этому Не вернешься Не бойтесь Что вещи испортятся Или что-то постоянно Нужно их стирать Будет гладить Относить в химчистку Носите Каждый день Цените И носите вещи С удовольствием Да Потому что это Очень-очень важный момент Нельзя вещи Откладывать И нельзя Откладывать свою внешность На потом Поэтому например Сейчас не буду покупать Хорошую одежду Куплю когда похудею Или что-нибудь еще Не работает Работает Купить сейчас вещь И это вас наоборот Мотивирует Вы будете выглядеть здорово Это вас мотивирует На какие-то положительные изменения Если они вам необходимы Да И многие спрашивают Почему российские дизайнеры Не так известны И востребованы Как европейские Кого из российских дизайнеров Вы бы отметили Ну конечно В России Нет достаточной Поддержки дизайнеров Со стороны индустрии И государства Безусловно Сейчас Не самый простой период У русских дизайнеров Но тем не менее Но это в силу разных причин Нет у нас отечественных тканей Нет Вот Тех Качественных тканей Которые мы Всегда тактильно Проверяем Когда мы покупаем вещь Нам хочется ее потрогать Конечно Российский производитель Сейчас Тканевые Но Находятся в упадке Хотя Было время Когда было Огромное количество Фабрик и мануфактур В том числе И шелка И всевозможный лен Сейчас Ну вот Отдельные Какие-то Прикладные вещи Остались Но вот В таком виде Производства нет И Безусловно Вести ткани дорогие Из Европы Это таможня Это налоговые сборы Это Сразу вещь Вырастает в цене И безусловно Многие Наши сограждане Не могут себе Позволить Вещи хорошие И качественные От российских дизайнеров Но тем не менее Есть имена Которыми можно И нужно гордиться Да Ну конечно Это Алена Ахмадулина Одна из таких Известных дизайнеров Современного Уже не только Современного времени Она довольно давно работает Она очень хорошо работает С темой русских сказок И такой Национальной идентичности У нее очень сказочные Многие образы Александр Терехов Как раз Очень классический Очень сдержанный дизайнер С очень простыми Сдержанными вещами Которые актуальны Современному времени Платье Это хит Александра Всевозможного Разного кроя Платье Это его Конек Алиса Юлия Рубан Которые создают Как раз Одни из Очень интересных С точки зрения Конструкции Дизайна И архитектоники Вещи Потому что Еще очень важно Уметь Не только Конструировать Одежду Но и деконструировать То есть Создавать Какие-то Новые Интересные Сочетания И новый Интересный Крой Это тоже Очень важно Для дизайнера Александра Рутюнов Который Тоже Нам кажется Достаточно Интересным Ульяна Сергеенко Который Тоже Продвигает Русскую Тему Но по-другому Не так Как Алена Ахмадулина У нее Так Немножко Больше В исторический Костюм Такой Даже Возможно Немножко Купеческий Дворянский Ульяна Сделала Большой Прорыв На неделе Моды Во Франции И действительно С достоинством Несет Вот Имя Русского Дизайнера Игорь Чпурин Мой Друг И человек Которого Я уважаю Тоже Не новичок В мире Моды Это Дизайнер Потрясающий С огромной Историей С богатым Количеством Клиентов И он Делает Интересные Проекты И с Большим Театром И с Мариинским Театром И Также Работает С частными Клиентами Тоже Очень Успешный Дизайнер И Роша Рупчински Это Самая Сомнительная Фигура Из представленных Но он Очень Интересен Потому что Он В определенный Момент Времени Очень Сильно Выстрелил Даже В западную Фэшн Индустрию Сейчас У этого Бренда Достаточно Сложный Период Он Ушел От Производства Одежды Но Это Как раз Тот Пример Когда Человек Подал Какую-то Очень Актуальную Идею Но К сожалению Она Оказалась Кратковременной Потому что Вся Его Идеология Вся Его Философия Она Была Заточена На Такой Аля Ностальгии По 90 И Как Только Эта Ностальгия Не то Чтобы Прошла Но Сошла На Нет Потому что Это Очень Яркие Все Те Вещи Которые Вас Репрезентуют Определенным Образом В общем Сошел На Нет Интерес Его Коррекция Тем Не Менее Вот Именно Как Такой Некий Философ Это Интересно Это Интересный Момент Который Скорее Будет Изучаться В Российских Институтах Да Безусловно Потому что Он Громко Прозвучал На Западе И Западные Компании Восприняли Его Как В последнее Время В Коз 90 Как Первооткрыватели Российской Моды И поняли Что Все Таки Мода В России Есть Спасибо Ему Большое За Это Коротенький Ответ Основная Идея В том Что Сегодня Очень Важно Чтобы Мода Была Удобной И Это Главный Акцент Потому что Очень Многие Компании Сегодня Отказываются От строгого Дресс-кода Конечно Джинсы В том Или Ином Проявлении Так же Как и Кроссовки Это Очень Удобная Одежда Хотя Безусловно Всегда Нужно Понимать Куда Вы Идете И Как Вы Хотите Выглядеть Поэтому Конечно На Деловые Встречи Не дай Бог В театр Или На Балет Мы Конечно Ни в коем Случа Не рекомендуем Нейкроссовки Меджинсы Все Таки Это Такой Более Расслабленный Образ Который Подразумевает Более Свободное Время Препровождение Переходим К Следующему Сейчас Очень Популярна Уличная Мода Рваные Вещи Оверсайз Бейсболки В чем И более Свободная Это Мода Для Молодежи Но При этом Такой Вопрос Часто Задается Но Я бы Не Ставала Во-первых Рваные Вещи Уже Сейчас Вышли Из Моды Поэтому Это Уже Немножко Моветон Это Очень Небольшой Период Времени Вообще Чем Ярче Тренд Тем Быстрее Он Выйдет Из Моды Поэтому Когда Вы Видите Что Что Тут Прибляет Внимание Можно Со Стопроцентной Гарантией Говорить Так Оксана Рассказала Прочти Что Через Год Это Будет Уже Не Модно То Если Сейчас Носить Здорово Через Год Будет Моветон Да Но Оверсайз Сохраняет Свою Актуальность Уже Не Первый Сезон И Действительно Полина В чем Секрет Это Вещи Мне Кажется Оверсайз Есть В Гардеробе У Каждой Современной Женщины Да Оверсайз В этом Смысле Немножко Отличается Потому что Рваные Вещи Не в моде Бейсбол Кому-то Идут Кому-то Не идут Но Оверсайз Будет Сохранять Свою Популярность Как минимум Еще Несколько Лет Потому что У нас Сейчас Тенденция На Комфорт На Многослойность А Оверсайз Позволяет Использовать Многослойность И самое Главное Это Создание Которые Все Обращают Внимание Они Играют С силуэтом И они Создают Поверх Вашего Силуэта Дополнительную Архитектонику И Подчеркиваю В том числе Вот такую Женскую Хрупкость Потому что Женщину Женщину Гораздо Более Комплементарно Выглядит В чем-то Более Объемном Видно Что она Такая Худенькая Тоненькая Купил Вечно Два размера Больше И все Чувствуешь Выглядит Здорово И кстати говоря Очень большой Большой Миф Что Женщины Так скажем Которые Может быть Немножко Комплексуются Из-за лишнего веса Что им нельзя Оверсайз Это абсолютно Неправда Наоборот Он очень Хорошо Смотрится И выглядит Очень здорово Поэтому Оверсайз Можно приобретать Смело Но конечно В рамках Разумного И особенно Девушкам Которым Не так повезло Как Оксана А так как Я например С ростом Ниже метра Семидесяти Вот нам Больше нашего размера И знаешь Чем мы будем Выглядеть Ахилипок А это Не самый лучший вариант Так И переходим К следующему Последнему слайду Это мода Циклично В прошлом году В тренде Были символы Восьмидесятых Сейчас в тренде Девяностое С чем это связано Ну и собственно Тут тоже Все достаточно просто Связано это с тем Что мода Фактически В плане силуэтов Создала все Что можно было создать Вряд ли в ближайшее время Появится что-то Чего мы уже не видели На протяжении Нескольких тысячелетий Но Как говорится Все уже придумано Все лучше уже придумано Поэтому работают Сейчас новыми материалами С такими-то новыми Интересными Особенностями Так это можно использовать Работают со сверхпотреблением То есть тем Что можно создавать вещи Перерабатывать их Из переработанных материалов Сейчас да Новая тенденция На западе Я думаю Что через какое-то время Мы тоже к этому Придем Что раньше было Разрешено Остатки вещей Которые не распроданы Из коллекции Сжигать И многие фирмы Так поступали То есть У меня Когда я это узнала Ну вот Такое сердце кровью Стало обливаться Потому что Действительно Существует Много людей И Многодетных семей Которые просто Не могут себе позволить Разные вещи А вот на западе Так все это Одним разом И в топку Сейчас Это запрещено И сейчас Вот Прослеживается Такая тенденция Чтобы снизить Потребление Вещей Чтобы вот Вещизм Ну так скажем Баланс Прижать Вот Книзу Да Чтобы Вещи Все-таки Не такое большое место Занимали в жизни Человеку Потому что Их действительно Много Очень много Производителей И фабрики Особенно в Китае В Индии Работают Круглосуточно И действительно Ну Те государства И страны Куда эти вещи Поступают Просто они Не могут Переработать Такое большое Количество вещей Либо решается Вопрос сейчас Чтобы как-то Это сделать Перераспределение В те страны Где Прослеживается Острая в них Необходимость И я думаю Что мы к этому Придем Потому что Действительно Вещи Очень Становится Много И чем Больше Компания Производит Тем Цена Соответственно Ниже И тем Больше Конечно Людей Покупают Такие вещи Заполняя Свой гардероб Совершенно Бездумно Вот Наверное Мне кажется В какой-то степени Это правильная Тенденция Действительно Лучше Не забивать Свой дом Ненужными вещами Есть очень страшная Цифра Что 80% Того Что мы Покупаем Сегодня Через год Оказывается На свалке И К сожалению Вот как раз В том числе Производство С фэшн индустрии Она входит В тройку То производство Которые Больше всего Загрязают Окружающую среду Поэтому На самом деле Это очень важно Вот то Что мы говорили Про базовый гардероб Это все-таки Действительно Очень важно Иметь Определенное Количество Хороших Качественных Базовых вещей Чтобы не заполнять Свой гардероб Тем что Через год Окажется Мусор И оставить Своим детям Что-то Кроме свалок Ну а возвращаясь Почему 90-е Говорят что Мода циклична Через каждые 20 лет Она повторяется Конечно же Каждый дизайнер Пытается Переосмыслить Что ли По-новому Взглянуть С точки зрения Призмы Современного Мира На свои Произведения И конечно Интерпретировать То что Было модно 20 лет назад На новые манеры Так Да И самое интересное Что как раз Слово Сверхпотребление Что не значит Что сейчас В моде В этом году Вошла Заниженная талия Как Бритни Спирс Это не значит Что можно достать Свои джинсы Из 90-х Потому что Наоборот Дизайнеры говорят Что да Заниженная талия Но брюки Уже должны быть широкие Поэтому Это никогда Не та же самая вещь Это старе тенденция И переосмысление Дизайнерами Вот этой конкретной Тенденции Естественно Которая из последних десятилетий Потому что все-таки Нам Ну мы не можем себе позволить Носить одежду В стиле модерн Потому что мы просто Никуда в ней не попадем Так Ну и в общем-то Это на этом Наверное все Суть в том Что у нас был последний Да Это последний Да Вот Я попыталась собрать Основные вопросы Которые Задают люди Если у вас какие-то есть Я думаю Что Мы не сильно вас утомили Своим долгим рассказом День что Вот И не устали еще В принципе Мы закончили Если у кого-то Остались вопросы Мы с удовольствием Ответим Если нет То Я не знаю Может быть сделать Несколько фотографий На память Есть вопросы Поднимайте пожалуйста Руку У кого есть вопросы Я подойду Я хочу вам подарить Да Вот Ваш вопрос был Первый Книгу На память О сегодняшней встрече Я быстро В телеграфном стиле Буду говорить Я вижу Что Укрика уже Да Действительно Да Очень-очень быстро Но первое Мода тоже утомляет Не 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 Совсем не утомляет Абсолютно Вдохновение Мы Очень задолго ждали Появления Самого красивого лица Мира И роскошный показ Вашего дома Очень давно И очень Значит Спрашивали Еще неделю назад Книги Которые Вы будете презентовать Во время Вашей презентации Вчера приходили Сегодня с утра Приходили За 3 часа До вашего Прихода Тоже Охотились За книгами И наконец Извините за наглость Я вам ее Обязательно Подарю Дело в том Что книга Называется Формула стиля Я ее выпустила Аж 10 лет назад И сейчас Это вам подарок Раритет Да И действительно Спустя какое-то время Не сразу Они стали пользоваться Популярностью Там в интересной форме Написано то Как я приходила К своему стилю Еще Вот такой момент Сейчас я пишу Книгу О формуле успеха И думаю Что через какое-то время Мы обязательно Здесь соберемся И сделаем Красивую презентацию Моей новой книги Сейчас я еще Быстрее Спасибо Я вопрос не задала Вот представьте Вам дали Неограниченную власть Вообще Неограничена Абсолютно В мире Вот Ваш дом Имеет Неограниченные Эти самые Инфлюансы Вот влияние Вот Пожалуйста Вы говорили ДНК Можно сформулировать Очень кратко Вот какое направление Мода Вы видите Вообще На ближайшие И на вообще Я так поняла Полина Вот Если дать полет Фантазии То куда Движется мода И что мы от нее Ожидаем С точки зрения Ну так скажем Человека Погруженного В эту Среду С научной точки зрения Куда движется мода Что нам от нее Ждать А вот мне кажется Что хотели услышать Вот если бы у вас был Вот свой бренд Что бы вы туда заложили Да Как Шанель Или Ну я думаю С этой стороны Видимо Вторая часть вопроса Была о том Куда движется мода Хорошо Полина Представь себе Что ты дизайнер У тебя есть Неограниченное Количество Финансов И собственно говоря Перед тобой Целый мир Твоих поклонников ДНК Твоего бренда Да Можно я с вашей стороны Постараюсь сказать Вот бренд Оксаны Федоровой Поскольку человек Который работает с ней Мне кажется Что если бы у нас был бренд У Оксаны Было неограниченное Количество возможностей То В основе ее бренда Была бы прежде всего Красота Красота души Которая должна Просто подчеркиваться Внешней Красотой Точно это не были бы Обтягивающие Короткие Ужасные декольте То есть это было бы Все очень Скромно и изысканно То есть это безусловно Была бы такая Оптимальная Женская красота Но у которой Главная душа А второе уже Внешность Замечательно В этом направлении И будем двигаться Задаем Задаем вектор Здравствуйте Оксана Спасибо огромное За ваше творчество И сегодняшнюю встречу У меня вопрос От мужской части Нашего Честного коллектива Кроме Любви Реальной поддержки Нашим любимым Женщинам Что бы мы еще могли Оказать Что бы они Выглядели Красиво Современно Емото Спасибо Спасибо большое За вопрос Мне кажется Что женщине нужно Женщину Я Мужчине нужно Фантазию Кто кому Мужчина Должны фантазировать Мужчина Должны фантазировать Ооо Они нафантазируют Лучше снизить фантазию Иначе Они могут В своих фантазиях Уйти очень далеко Я всегда говорю Что Мужчину нужно Женщину нужно Мужчину нужно Немножко любить И очень сильно понимать А женщину нужно Очень сильно любить И не пытаться Понять Мне кажется Что Вот Если бы Для того Чтобы женщина Чувствовала себя Счастливой Мужчина должен Оказывать ей Знаки внимания Всегда говорить Как она хорошо Выглядит И если что-то Не нравится То Очень в мягкой Форме Ну Дать понять Что это Допустим Вещь Или что-то Поменять Что я бы Тебя Еще больше Любила Мне бы Было с тобой Находиться рядом Комфортнее Очень Поскольку Женщина капризное Существо И Вот Здесь очень важно Не Не повредить Ее внутренней Организации Не обидеть Что Женщина тонкая И Действительно Она Ей кажется Что Она идеальна И Какой бы Она ни была И Вот Здесь Очень Грамотно Надо обходиться Женщиной И А нам Дорогие Наши женщины Нужно быть Более Смиренными Более Менее капризными И Иногда Проявить Терпение Вот Для меня Я вывела Так Я вообще Человек Очень Нетерпеливый И Быстро Реагирую Очень Реактивный И Делаю Несколько Дел Одновременно Говорят Как Вы Все Успеваете А Вот Последние Годы Я Стала Брать Паузу Вот Если Что-то Мне Не Нравится Или Меня Накипает Внутри Я Беру Какую-то Паузу Считаю До Десяти Проходит Минута Вторая И Ты Совершенно По-другому Думаешь Не Надо Женщина Должна Учиться Мудрости И Выдержки И Тогда Мужчина Будет У Ее Ног Вот Конечно Пожалуйста Пожалуйста Добрый вечер Пока Моей коллекции Пока Точной Даты Нет Но Я думаю Что мы Сообщим Дополнительно Скорее Всего Это Вот В 20 Числах Октября Да Мерседес Бен Фэшн Да Добрый вечер Спасибо Большое За Сегодняшний Прекрасный Вечер И Я Хотела Б Спросить А Есть Ли У Вас Гардероб Какая Вещь Которая Возможно Осталась От Мамы От Сестры И Которая До Сих Пор Так Как Мода Циклична Актуальна Вы Используете Или Несмотря на то Что Оксана Сказала Что если Висит Год Какая-то Вещь Убрать Я с вами Абсолютно Согласна Но наверное У каждой Женщины Иногда Все-таки В гардеробе Есть такая Вещь Которую Она Вытаскивает Смотрит Любую Не Не Носит Конечно Поделитесь Пожалуйста Я думаю Что Безусловно Это Красивые Красивые Платья Которые У меня Остались И Действительно Мне Поскольку У меня Дочка Растет Я Более Так Скажем Житейских Соображений Их Никуда Оставляю И Храню В гардеробе Потому Что Вырастет Дочь Но Хотя 90% Будет Так Дочь Подрастет И Дети Подрастают У них Совершенный Вкус Мода Меняется И Они Не Будут Носить То Что Висит Сейчас У Родителей В шкафу Зачастую Так И Бывает Но Я Храню Допустим Платье В котором Я Выиграла На Конкурсе Мисс Вселенная Оно Для Меня Знаковое И Действительно Это Платье Гуччи Я Как Сейчас Помню Его Пересылали Мне Посылкой На Финал Друзья Оно Висело Как На Витрине В магазине Филиппа Киркорова В Вегасе У него Есть Там Аутлет Где Он Продает Одежду Свою Которую Уже Не Носят Потому что Он Известный Модник И Также Одежду Неизвестных Людей И Вот Несколько Лет Оно Было Там Под Стеклом Потом Я Его Забрала К Себе Домой Думаю Что Хватит Повисело Возвращаемся Домой Это Вот Какие-то Вещи Которые Напоминают О тех Или Иных Событиях Первое Платье В котором Я Вышла На Сцену В качестве Исполнительницы Это Тоже Для меня Знаковое Платье Которое Я Храню Потому что Мне Кажется Ну Такие Вещи Отражают Ну Говорят О личности Человека Отражают Нашу Суть Я Не могу Назвать Себя Коллекционером Я Не Люблю Собирать Вещи Потом Делать Для них Специальные Какое-то Место Витрины Я Не Коллекционер Я Люблю В своем Доме Чтобы Каждый Уголок Был Использован Чтобы Не Было Никакого Ничего Ненужного Чтобы Засоряло Наше Сознание Тогда И легче Дышится Но Есть Определенные Моменты Конечно Которые Я Храню Я Уже Сказала О платьях Что Еще От Мамы Мне Досталось Пальто Которое Мы Носили Это Пальто Для Меня Тоже Было Знаковое Когда Я Решала Сделать Свою Собственную Коллекцию Находясь В Положении Вторым Ребенком Это Пальто Из Дедовской Шинели Когда Ему Выдали Материал Он Ну Так Случилось Что Он Уволился Из С 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 А в то время действительно был большой дефицит, это был один из первых кризисов в нашей стране, ничего не было, и мы решили с мамой, одеваться нам всегда хотелось, мы нашли дедовскую шуны, покрасили ее, двое суток мы красили, купили краски, варили в каком-то большом чане на плите. В итоге через два дня мы все-таки его сварили, оно стало черным, оно весило просто 200 килограммов, но мы пошили из него пальто, и такое было приталиного силуэта, длинное и снизу расклешенное, действительно очень красивая вещь. И дополнили его мы воротником из енота. Мех недорогой, но очень эффектный. И носили по очереди с мамой, и надо отдать ей должное, что вот у нас были одни туфли на двоих, и я помню, как на первой прогулке сбила носы, мама мне ничего не сказала. Вот, и всегда для меня она была примером стиля, элегантности, и вот вместе мы с мамой расшивали какие-то блузки, украшали пайетками майки, то есть рукодельни через детство. И вот с тех времен осталось пальто, хотя вещей было очень много, и я носила и мамины платья, вот, но как-то они за жизнь растерялись. Спасибо. Да, и у нас осталось еще одно предложение для вас. Оксана, у меня еще вопрос. Слышно? Да. Да, слышно? Я хотела бы спросить следующий вопрос. Вот, мы, как знаем вас, как певицу, как телеведущую, как дизайнера, как девушку, которая занимается фондом, да, и дарит детям, скажем, добро, и очень много помогает. Вот скажите, пожалуйста, как вы все, во-первых, успеваете, и столько тел успевает одна, да, молодая, хрупкая женщина. И второй вопрос, когда вы меняете свое направление, что вас вдохновляет на перемены в своей жизни, да, для того, чтобы идти в следующую сферу и не бояться там, скажем, потратить много сил. Вот что вас вдохновляет, и также что вас вдохновляет на создание своих коллекций и на занятия творчеством? Спасибо большое за вопрос. Действительно, много разных сфер, но мое движение началось со службы в органах внутренних дел, потом появился в моей жизни конкурс, который поменял все на 180 градусов, и я стала работать на телевидении, до сих пор работаю. Вот, и, наверное, что вдохновляет созревание и мое внутреннее развитие и совершенствование, потому что вот всегда я была творческим ребенком, и даже учась в университете, в МВД, все равно втайне от своего руководства ходила в школу моделей, не закончила и работала в выходные дни, отпрашивалась, поскольку у нас был только один выходной, а мне нужно было два, и я работала моделью. Мне всегда хотелось сменить китель и камуфляж на какое-то красивое платье. И вот такие, я очень понимаю, девушек, которые сегодня выходили на подиум, потому что иногда хочется вырваться из контекста серых будней, хоть и интересных, но тем не менее, и почувствовать себя действительно женщиной, которая восхищается и любуется. Вот, но творчество было в моей жизни всегда. Я пела в школьном хоре, играла на гитаре и училась в музыкальной школе и была уверена, что с музыкой я свяжу свою жизнь. И уже спустя много лет, к сожалению, мама тогда не поддержала мои стремления, и появилась служба в органах внутренних дел, и как-то вот музыка ушла на второй план, но тем не менее, все у нас родом из детства. Наши детские чаяния мечты, они так или иначе, наш дизайн, что ли, проект от Бога, он все равно прорвется, рано или поздно. Просто у меня это случилось таким вот образом. Кто-то развивает это сразу, и кто-то, вот как мы на кастинге с девушками общались, 20 лет они отдали профессии, там, работе в банке, бухгалтером, а потом они все-таки обнаружили в себе творческую составляющую и решили поменять свою жизнь. Поэтому это приходит, наверное, со зрелостью личности и со зрелостью человека. Потому что, завершая какой-то этап в моей жизни, были моменты, когда я вела три программы одновременно, потом появились дети, и уже это делать было невозможно. Находясь в положении, я поняла, что возник потенциал вообще. Сначала все началось с коллекции ювелирных украшений. Я очень люблю украшения, и вместе с одной ювелирной компанией мы несколько лет создавали бижутерию из серебра украшения для женщин. И потом это уже вылилось в дизайнерскую историю, просто потому, что я хотела... У меня наступил момент, когда я самоидентификации. Вот форма ушла из моей жизни, которая была на протяжении 11 лет. И передо мной встал вопрос, кто я, что мне идет, в чем мои сильные и слабые стороны, какая у меня фигура. И мне просто захотелось сделать свой стиль. Так вошла в мою жизнь одежда. Все равно мы все события своей жизни пропускаем через себя. Безусловно, и потом уже на них реагируют окружающие. Потом этот момент завершился. Вот с 2014 года уже получается 5 лет. Я создаю одежду, и практически 90% картероба — это мои вещи. Вот. И для меня внутренний процесс завершился. Я в процессе работы над созданием того или иного платья, костюма, мы шили одежду для регионов, 45 регионов у нас было. Я поняла, что мне идет, какой я хочу себя видеть. Вот. И потом уже появилась музыка в моей жизни, которую я не бросала. Я готовилась 6 лет к поступлению в консерваторию. Я поступила прошлой зимой. Да. Вот. И сейчас обучаюсь академическому вокалу. Ну, наверное, такая детская мечта моя осуществляется. Вот. Сейчас я... Вот. Не знаю. А как совместить это все? Мне помогают, конечно, единомышленники. Люди, которые рядом. Вот. Полина в их числе. Вот. Человек, на которого можно положиться в работе, в музейной работе, и знать, что выставка будет идеальной. И вот, наверное, в каждой области есть такие люди, которые... На которых можно возложить телейные обязанности. И, конечно, благотворительность, она уже сопровождает меня 10 лет. В этом году фонду исполняется 10 лет. Это как часть моей души. Так получилось, что победительница конкурсов красоты, она по контракту должна работать в сфере благотворительности. Посещать детские дома, хосписы, больницы. Так и было после победы в конкурсе «Неселенная». И мы объездили полмира с благотворительными миссиями. Были очень успешные поездки. Я много где побывала. И, вернувшись уже в Россию, начав работать на детской передаче «Спокойной ночи, малыши», мне сделали предложение быть послом доброй воли ЮНИСЕФ. Тогда эта организация существовала в России. И вот мы также в рамках благотворительной миссии мы ездили в страны Африки, Азии. И получился большой опыт, который нужно было уже структурировать и направить в определенное русло. Я создала свой фонд, потому что везде я участвовала, во всех благотворительных мероприятиях, на которые меня приглашали. И я уже перестала понимать, что происходит. А в душе своей я почувствовала отклик, что я это могу, что мне это нравится. И образовался фонд, потому что все заложено в нас самих. Здесь наш потенциал. И не бойтесь проявлять себя. Не нужно бояться рисковать, поменять, посмотреть на свою жизнь с точки зрения художника и самим взять в руки краски и мольберты написать картину о своей жизни. Нужно чуть-чуть смелости. Иногда нас забивают обстоятельства, но внутри всегда горит этот огонек, который должен разгореться. Вот. И я желаю вам, чтобы вы были счастливы, гармоничны, и чтобы все у вас получалось. Если бы немножко, чуть-чуть с Полиной вдохновили вас на то, чтобы вы посмотрели на себя и на свой гардероб, мы будем очень счастливы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok